С наступлением дачного сезона Костниковская дорога заметно оживляется Благодаря непрерывному движению по ней в оба направления Читаем в газете «Голос Самары», вышедший сто с лишним лет тому назад Поэтому дорога эта должна была бы давно обратить на себя внимание городского управления Но не тут-то было Солнце жарит, что есть мочи Дышит зноем небосклон У соседей дни и ночи Распевает граммофон С первыми лучами весеннего солнца Самарцы устремлялись из города на дачи Которые начинались сразу за полевой улицей И тянулись в сторону Костникова-Оврага Тянулись дачи, тянулись и дачники И тянуться им приходилось вот по этой самой дороге Которой в начале 20-го столетия еще не было Мы не говорим уже о той невыносимой пыли Которой приходится дышать всем, кто этой дорогой пользуется Писала та же самая газета Остается только надеяться на шоссе Постройку которого взял на себя казенный трубочный завод Но есть и такие вещи, от которых городская управа Просто не может отказаться Речь идет о мостике через Аннаевский овраг Вся земляная постилка на нем изрыта Перила обломались А около воды глубокие ямы Пора бы городской управе позаботиться о ремонте этого мостика Который находится в таком состоянии уже далеко не первый год Неужели надо ждать несчастья Пока кто-нибудь в темноте не упадет в воду Или чья-нибудь лошадь не переломает себе ноги В конце концов, управцы и сами пользуются этой дорогой Чтобы ездить на даче Так не соблаговолят ли они обратить на нее внимание Мы не знаем, соблаговолили ли управцы обратить внимание на мостик у Аннаевского оврага Но с приближением лета самарцы уже паковали вещи Чтобы перебраться из города в дома и домики на просеках возле Волги Что их там ожидало и как они будут отдыхать на дачах Узнаем об этом из рассказа «Дачные удовольствия», Который увидел свет на страницах газеты «Голос Самары» в 1914 году Сумерки На берегу алфологи, на бревнышке, пригорюнившись, сидят две фигуры Присмотревшись внимательнее, можно заметить, что одна из фигур Та, что в широком обвислом пиджаке и веслоухой фуражке Постарея и посолиднее Другая, в ситцевой рубахе, на выпуск И в серой кепке, помоложе Это дачники Бедные самарские дачники Все развлечения которых посидеть Ветерком на бревнышке Выползли они из своей конуры На самарском языке, называемой Дачей, и встретились здесь На берегу Так сходятся они почти каждый вечер Вода сбывает, скоро обнажатся пески Единственная отрада Волга Уйдет от них за версту Потянутся по пескам в летний зной Вереницы нагруженных Покупками дачных мужей Напоминая собой караван верблюдов Шествующий в Сахаре Но теперь еще до убыли воды Они могут посидеть на берегу Тунчи комаров и мошк Носятся в воздухе От гвоздичного масла ест глаза Оба усиленно курят И тем немного спасают себя От укусов Сегодня вот опять в город не поехал Говорит тот, что потолще А прошлой ночью у Семейкиных воры были С меня жена слов взяла Три дня на даче прожить безвыездно Ночью спать боится Чуть только темно Двери на засов Ставни на запор И всю ночь дрожим от страха Хорошо еще хоть ночи прохладные А как жары настанут Как в бане спать будем В городе-то можно хоть окошечко приоткрыть А здесь ни-ни Воров боимся Да, ждешь-ждешь отдыха Лето придет И снова в город рвешься А что хорошего на даче? Сырость? Скука? Гулять негде? Или вдоль забора ходи Или на камне на Волге торчи Вчера вот опять без хлеба обедали Съездишь, иной раз в город Потихоньку пообедаешь там И опять на дачу А то как-то с ребятами В бочке головась кфловили Котенками кормили Заняна! А вы фотографией не занимаетесь? Спрашивает кепка Пробовал А с чертела Сегодня домашних снимаешь Завтра Их же То на лужайке То за лужайкой То на крыльце То под крыльцом Пробовали гостей В пьяном виде снимать Но и это надоело Я, знаете, больше по части Купалин Говорит кепка Потом наклоняется Что-то шепчет И обу дачника хихикают А пока наши дачники Скучают на берегу Волги Мы с вами заглянем В самарские газеты Так, рассказывавшие Об открытии курортного сезона На Постниковой даче 31 мая На даче Постникова Состоялось Официальное открытие Курортного сезона А в 2 часа дня В помещении курзала Священником Воскресенской церкви Николаем Воронцовым В сослужении двух диаконов Был отслужен молебен На котором присутствовали Лица, пользующиеся Курортным лечением И администрацию курорта Вечером же По инициативе врача курорта Господина Каннского На сцене курзала Любителями сценического искусства Была исполнена Трехактная комедия Тихонова Через край Спектакль привлек Много публики Благодаря чему Воловой сбор составил 74 рубля 75 копеек В антрактах Играл оркестр Военной музыки А закончился вечер Танцами Слышно Слышно Как шлепает По воде Колесами Дачный Проходишка И свистит Пронзительным Свистом Слышно Как пассажиры Ругают Капитана Вот из одной Спросек Выбегает Какой-то мужчина Кидает То в одну сторону То в другую А потом бежит На пристань Как будто бы Боясь Что его задержат На дачах Иван Иваныч Кричит бегущему Кепка Но тот Не слышит ее Вот как человека Пробрало Со скуки Говорит дачник В город Бежит Боится Что Хоть кто-нибудь Его тут Остановит Дачники Продолжают Сидеть Комары Жалят их Немилосердно В лицо В шею Мошки Лезут В рот Дачники Дымят И тем Спасают себя Комаров И мошек Ну вот Вдали Слышатся Звуки Гармоники Дачники Видят Что по берегу Идет Горчица С двухрядкой С итальянкой И с дамами Неподалеку От них Горчичники Останавливаются Смотрят На отдыхающих Господ Потом Ругаются В их сторону И решают Искупаться Потные Желтые тела Одно За другим Бросаются В холодную Еще Воду Вот Лошади Шепчут Про себя Дачники Ванька Тонет Ванька Тонет Раздается Из воды Ваньку Вытаскивают На берег Горчичники Одеваются И уходят Дальше Подождав Еще немного Дачники Поднимаются С бревнышка И тоже Направляются По домам По дороге В узкой просеке Им навстречу Попадаются Такие же Унылые фигуры Которые стараются Обойти встречных Подальше А вдруг Жулики Мало ли Какого народа Шляет Стоп По дачам Мимо одной Из дач Опасаясь Собак Спутники Ити не решаются Обходят ее За даме Что отнимает Около часу Времени Наконец Достигнув Домашнего очага Они сидят В потемках На террасе Так как Свечи все вышли А купить других Забыли Рядом Сидит хмурая Жена одного Из них С флюсом Плают собаки На соседней даче Хрипит Громофон Ах Зачем Эта ночь Так была Хороша В город бы Думает дачник И какой черт Выдумал Эти дачи А вот это Невыдуманное А совершенно Реальное Происшествие Произошло В июне 1914 Года Когда Группа учеников Самарской Фельдшерской школы После экзаменов Отправилась На лодке В сторону Постникова Здесь Они вышли На берег Покутили А потом Снова Сели в лодку И поехали В Самару А на другой день Участники Компании Заявили В сыскное Отделение О пропаже Своего Товарища Александра Лапшина 20 лет Помощник Надзирателя Долганов Установил Что накануне Вечером Лапшин Напился Пьяным Начал Буйствовать В результате Чего Товарищи Высадили Его На берег Надеясь Что он Протрезвеет И дойдет До дома Пешком Однако На другой день Узнав Что лапшин Домой Не возвратился Участники Компании Забеспокоились И отправились На то место Где они Его оставили Но там Они нашли Только Фуражку И пиджак Своего товарища И только Несколько Дней Спустя Труп Лапшина Был Обнаружен Возле Притечинского Спуска По заключению Врача Цветкова Смерть Лапшина Наступила От асфиксии В результате Утопления В состоянии Опьянения Все Его товарищи Были привлечены К ответственности За то Что оставили Лапшина В беспомощном Состоянии В результате Чего Эта прогулка Оказалась Для него Роковой Это Дачная Картина Абрикосы Огурцы Рыба Раки И малина Слышен крик Во все концы С вами Был Михаил Перепелкин Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова